Несмотря на все достижения медицины, ВИЧ и СПИД продолжают держать в страхе всех людей, как когда-то чума или проказа. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на земле каждый третий заражен таким вирусом. В Западно-Казахстанской области статистика ведется с 1996 года. На сегодняшний день в регионе в общем зарегистрировано 568 случаев заражения ВИЧ. Когда выявляется случай ВИЧ-инфекции, люди бывают зачастую реакции, что они не верят в свой статус. То есть это как бы, вот я считаю, что это как бы скептическое отношение. Молодые люди приходят, мы спрашиваем, вот вы же вообще никогда не услышали про ВИЧ-инфекцию? Вот выявленный ВИЧ-инфекцией, но слышали. А почему вы себя не бережете? Они говорят, а мы думали, это далеко от нас, нас не коснется, а вот надо знать, что это всегда рядом с нами. Согласно статистике, из 31 случая заражения ВИЧ-16 зарегистрировано в Уральске. В Зеленском районе 7, в Чингерлауском 5. В Акжаикском, Тоскалинском и Теректинском по одному случаю. Больше всего среди заболевших это мужчины. 81% заражения занимает половой путь, 19% инъекционный. За 11 месяцев текущего года не было выявлено случаев заражения ВИЧ среди подростков и беременных, что не может не радовать. Как правило, это заболевание выявляется случайно, когда человек приходит на прием к врачу или ложится на обследование. Это болезнь неизлечимая. Вот это нужно понять. Это болезнь неизлечимая. Но жить с ней можно. Жить с ней можно, правильно. Жить с ней можно, и долго можно жить, и детей рожать можно, и здоровых детей можно рожать. Конечно. На нашей практике более 80 женщин, которые у нас беременели, вещь инфицированных, я имею в виду. И где-то в случае 2-3, у которых дети оказались потом инфицированными, но я говорю, мы с нарастающим мониторингом за 21 год, 1996 года. А остальные дети при определенном лечении, при определенном наблюдении, они обследуются, потом снимаются с учета, как уже здоровые детки. На сегодняшний день в областном наркологическом центре работает кабинет, в котором абсолютно все могут пройти обследование анонимно и бесплатно. В случае положительных результатов все лечение также будет оказываться бесплатно. Врачей настоятельно рекомендуют подойти со всей серьезности к этому заболеванию. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.